Кража мобильного телефона на сегодняшний день – это уже устоявшаяся разновидность воровства. Так, в дежурную часть отдела полиции по городу Артёма поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что неизвестный похитил у неё сотовый телефон. Сумма ущерба – 13 тысяч рублей. На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы. Опросив потерпевшую, полицейские составили фоторобот предполагаемого преступника. В ходе проверки микрорайона по подозрению в совершении преступления задержан 31-летний местный житель. Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенный телефон вернули законные владелицы. Между тем, это уже не первое преступление задержанного. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против чужой собственности. Весной 2016 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой. Очередное его посягательство на чужое имущество тоже повлечёт за собой весьма неприятные последствия. Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня мобильные кражи занимают одно из первых мест в списке преступлений. Этому свидетельствует практика полиции, для которой этот вид воровства стал головной болью. Буквально неделю назад они по горячим следам задержали 18-летнего вора. Но в отличие от своего последователя, он крал мобильный телефон у несовершеннолетних детей. В преддверии новогодних праздников активизировались и телефонные мошенники. Они начали традиционный штурм кошельков доверчивых граждан. Им предлагают участие в викторинах и лотереях, дешёвые путёвки за границу или ещё какие-то невероятные услуги. Казалось бы, очевидное мошенничество. Однако люди продолжают обманываться. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.